Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре кроссовер Volkswagen ID.4. На видео автомобиль в комплектации Cross Pure Plus с задним приводом и с электромотором мощностью 204 л.с. Цвет автомобиля – синий металлик. На автомобиле установлен пластиковый обвес черного цвета по периметру кузова. Колесные арки декорированы черными пластиковыми накладками. Автомобиль оснащен колесами разного размера. На переднюю ось установлены литые диски 20-го диаметра с шинами размерностью 235 на 50. На задней оси колеса 20-го диаметра с шинами размерностью 255 на 45. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. Рейлинги окрашены в серебристый цвет. Автомобиль оснащен панорамной крышей. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с тремя кнопками. Автомобиль оснащен системой без ключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в черно-серых тонах. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений тканевая. Водительское сиденье оснащено электрическими регулировками. С помощью электроприводов сиденье можно двигать вперед и назад, поднимать или опускать и регулировать наклон спинки. Сиденье оснащено электрорегулировкой поясничного подпора. Память электропривода сиденья не предусмотрена. Включим автомобиль с помощью кнопки «Старт-Стоп». Автомобиль оснащен цифровой панелью приборов. Слева от руля расположен блок управления осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни и ближний свет. Кнопка активации системы головного освещения при непогоде. Кнопка включения заднего противотуманного фонаря. Указатели поворотов левой и правой. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Автомобиль оснащен светодиодными фарами. В переднем бампере расположен парктроник. Задние стекла с заводской тонировкой. Клиренс автомобиля составляет 180 мм. Задние фонари светодиодные. Задняя противотуманка расположена слева в заднем бампере. Возвращаемся в автомобиль. Кнопки управления центральным замком. Регулировка боковых зеркал осуществляется с помощью этого джойстика. Система электроскладывания боковых зеркал не предусмотрена. Блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники с доводчиками. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Кнопки справа на руле отвечают за выбор информации, выводимой на панель приборов. Кнопки слева на руле отвечают за управление круиз-контролем. Круиз оснащен функцией лимитатора скорости. Автомобиль оснащен адаптивным круиз-контролем с функцией поддержания заданной дистанции до впереди идущего автомобиля. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 12 дюймов. В составе акустической системы семь динамиков. Мультимедийная система поддерживает радио. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth-аудио, коммуникацию со смартфоном и присоединение внешних устройств через USB-разъемы. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Доступна регулировка громкости, выбор радиостанций или треков и управление мобильным телефоном. Автомобиль оснащен встроенной навигационной системой с картами. На дисплей можно вывести информацию маршрутного компьютера. В меню можно настраивать различные системы. Автомобиль оснащен ассистентом удержания автомобиля в полосе движения. Автомобиль оснащен ассистентом экстренного торможения. Климат-контроль двухзонный. Регулировка интенсивности обдува Регулировка температуры с водительской стороны Регулировка температуры с пассажирской стороны Иконка SYNC синхронизирует передние зоны климат-контроля Выбор направления обдува Иконка переключения рециркуляции воздуха Иконка AC отвечает за включение кондиционера Кнопка включения электрообогрева заднего стекла Потолок черного цвета Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой В потолке предусмотрено освещение для водителя и пассажира Шторка панорамной крыши открывается с помощью электропривода Панорамная крыша не открывается Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой Посмотрим на задний ряд сидений Он оснащен тремя подголовниками Центральный подлокотник с боксом В боксе предусмотрены два USB разъема формата Type-C и розетка на 12 вольт Подлокотник регулируется по вылету и углу наклона В центральном тоннеле предусмотрены подстаканники Бардачок без подсветки отделан пластиком Автомобиль оснащен системой переключения режимов движения Водитель может переключаться между режимами Eco, Comfort, Sport или Custom Выбранный режим движения отображается на панели приборов и на дисплее мультимедийной системы В качестве коробки передач выступает одноступенчатый редуктор Управление коробкой передач осуществляется с помощью специального джойстика Режим паркинг включается отдельной кнопкой При включении задней передачи активируются парктроники и камера заднего вида Теперь перейдем к осмотру заднего ряда сидений Посмотрим на карту задней двери и на задний ряд Оценим, как выглядит передняя приборная панель Салон от багажника отделен полкой Заднее сиденье без центрального подлокотника В спинках передних кресел предусмотрены карманы для вещей Для пассажиров заднего ряда предусмотрены отдельные дефлекторы системы вентиляции и два USB-разъема формата Type-C Задние стеклоподъемники электрические Стекло при открытии опускается полностью Над дверью предусмотрено освещение и ручка с крючком Теперь перейдем к осмотру багажника Объем багажника составляет 512 литров Боковины и пол багажника отделаны ворсом Под полом в багажнике предусмотрена ниша Для сложения спинки заднего сиденья необходимо нажать на кнопку Сиденья второго ряда складываются в соотношении 60 на 40 При сложении сидений образуется ступенька При сложенных сиденьях объем багажника составляет 1575 литров Крышка багажника оснащена электроприводом Сзади с пассажирской стороны расположены разъемы для зарядки автомобиля Емкость аккумуляторной батареи составляет 77 киловатт-час Запас хода составляет 520 километров Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью этого рычага Капот фиксируется с помощью ручного упора Крышка капота без шумоизоляции Volkswagen ID.4 оборудован электромотором мощностью 204 лошадиные силы Мы с вами осмотрели кроссовер Volkswagen ID.4 в комплектации Cross Pure Plus с задним приводом и с электромотором мощностью 204 лошадиные силы Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге DROM Ссылка в описании к видеоролику Благодарим за помощь в съемках дилерский центр Aeron Auto Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина И какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре И самое главное, подписывайтесь на канал DROM До скорых встреч! Продолжение следует...